Я уже думаю, что да, надо переходить на раздельное питание и надо снижать вес уже реально конкретно. Я к этому так прям уже настроена. Было удобнее сидеть. Держимся за колени. И у нас с вами наклоны головы. Хорошо, вправо-влево. Ухо тянем к плечу. А потом, когда я все это уже освобожу, я вам покажу свой холодильник. Посмотрим, что там в холодильнике у меня. Может быть так кто-то уже и готовит давно. Но я так не готовила раньше. Вот так вот я готовлю в первый раз. Вот правда серьезно, такое ощущение, как будто прям настоящая весна. И даже не верится, что еще пока что февраль не закончился. Каши крупы, вот как раз таки углеводы. Но я считаю, что мне не надо много углеводов есть. Нужно мне их снизить до минимума. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась сегодня ни свет ни заря. Вчера я отдыхала целый день, как и обещала. Хотя вчера у меня были такие порывы. Начать что-то снимать, потому что что-то хочется вот поделать. Думаю, вот это надо снять, вот это надо снять. Потом думаю, ну я могу все это отложить, как бы ничего такого срочного. И могу отложить это на другой день. И вместе с вами тоже это вот снять, там что-то приготовить. Но что я хочу вам сказать. Проснулась сегодня ни заря вообще с утра, очень рано, 4 часа. Ну и уснула, правда, вчера полдесятого. Так что я выспалась. Вот сейчас посидела, компьютер там пока почистила. Но какие у меня планы на сегодня. Во-первых, пришла посылочка от Василька. Но она пришла в субботу уже поздно. Я не пошла на почту. Сегодня с утра хочу пойти на почту. И мне не терпится ее уже распаковать и снять для вас. И посмотреть, что же там у нас посылочки интересного лежит. Вот, вчера я делала зарядку второй раз. Упражнения были немножко другие. Но все-таки вот на 8 с половиной минут зарядка, она, мне кажется, слабоватая. Хотя мне там чуть-чуть где-то мышцы, там пресса, чуть-чуть спина немножко тоже, поясница. Немножко побаливала. Поэтому я думаю, в голове-то мне кажется, что я еще, ого, там такая, да. Ох, могу еще много чего. Ну, а физически это уже не соответствует здоровью той голове, которая хотела бы много чего. И хотелось бы упражнения посложнее, подольше. Но я думаю, не надо форсировать события. Думаю, надо пока что, ну, аккуратненько к этому подходить. По чуть-чуть. А то я могу где-нибудь там перезаниматься, на другой день просто не в состоянии встать буду. Это так, что я думаю, наверное, надо немножко так это попридержать коней, да. Вот, ну, а вот насчет питания, я уже думаю, что да, надо переходить на раздельное питание. И надо снижать вес уже реально конкретно. Я к этому так прям уже настроена. Вот, и сегодня я думаю, что вот то, что в холодильнике у меня есть, нужно уже поприготовить. Но стараться готовить уже с уклоном на раздельное питание. Поэтому я сегодня хочу потушить капусту, но потушить ее хочу с овощами, немножко по-другому сделать, не так, как я обычно. И там еще у меня кусочек вот колбасы, сервелат есть, туда тоже положу. Но это, в принципе, будет тоже раздельное питание. То есть, по сути, тушеные овощи с колбаской. Но вот эта вот колбаска у меня закончится. Я уже думаю воздержаться от покупки колбасок, сосисек, вот этих вот полуфабрикатов всяких. И готовить уже натуральное мясо. Мясо, птица, рыба, вот натуральное покупать и натуральное готовить. То есть, без добавления всяких в полуфабрикаты, какие добавки там разные добавляются. Ну и побольше, соответственно, побольше овощей. Так что, девочки, кто хочет тоже похудеть, давайте вместе будем делать зарядку и вместе будем правильно питаться. В общем-то, оставайтесь на канале. И буду я какие-то рецептики, может быть, новенькие внедрять, может, что-то из старенького. Но в любом случае, свое питание я буду вам показывать, рассказывать, что я ем и какие у меня результаты. Взвешиваться каждый день я не буду. Ну, я думаю, раз в неделю и, может быть, даже и реже этого достаточно. В принципе, я следить за весом особо сильно, ну, как бы не хочу прям вот прям следить за каждым этим граммом. Я по ощущениям буду все равно ощущать какую-то легкость, облегчение. Потому что, когда процесс похудения идет, каждое утро просыпаешься, встаешь и чувствуешь себя легче, легче, легче. Вот, поэтому, и опять-таки, как я говорила вам в предыдущем видео, что пока что у меня еще в холодильнике остались какие-то продукты, которые нужно уже употребить и уже потихонечку их заменять на другие. В общем, будем стараться, будем стремиться. Ну, а сейчас что? Сейчас у меня зарядка. Я не знаю, пока еще видео не вышло, которое предыдущее, где я зарядку вам сняла. И я еще не знаю, как ваша реакция на то, хотите вы зарядку эту смотреть или не хотите. И я думаю, что в этот раз я не буду зарядку показывать полностью. Вернее, покажу ее просто в убыстренном виде. Она займет очень коротенькое время. И без комментариев просто под музычку. Быстренько-быстренько посмотрите, вот, что я там буду делать. Вот, каждый день, я так понимаю, там новые какие-то упражнения. Я сама наперед не знаю, какие упражнения меня ждут и как они у меня будут получаться. Но в любом случае, лучше что-то делать. Даже если будет что-то не так получаться, как надо, это лучше, чем не делать вообще ничего. Так что, поехали. Было удобнее сидеть. Держимся за колени. И у нас с вами наклоны головы. Хорошо, вправо, влево. Ухо тянем к плечу. Продолжение следует... 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 делать более такой весом и постепенно в общем переходить хотя я уже считаю что я перешла но где-то погрешности могут какие-то быть потому что еще в холодильнике что-то есть потом когда все это уже освобожил его покажу свой холодильник посмотрим что там холодильнике у меня режу капусту в принципе у меня уже подготовлено все можно даже включать печку пусть она прогревается сразу масло налью уже туда масло будет уже пусть прогревается сковорода и поехали рубать рубать капусту по-быстренькому мир такой небольшой кусочек есть сервелат финский но я еще если мало я думаю капусты просто хочу всю и уже заходы и колбасы это может быть будет мало мне еще есть грудинка я туда чуть-чуть грудинки добавлю будет вообще красота девочки пока я там готовлю я смотрю а тут уже рассвело занавески отодвинула и все там кстати говоря еще виднеется луна видно вам да но уже расцветает и небо я смотрю ясно сегодня должно быть днем плюс 10 сейчас пока плюс 4 а завтра плюс 12 послезавтра плюс 14 вообще весна весна классно и ночью тоже уже вроде бы не будет минусовой температуры будет плюсик небольшой ночью ну классно а пахнет весною мой прям классно классно любимое мое слово классно мы идем готовить дальше так я смотрю уже чуть-чуть уже поджарилась капусточка у нее должен пойти запах такой сладковатый вот сейчас я уже закину сюда морковку и лук буду поджаривать дальше с морковкой и луком у нас все уже тут поджарилась я смотрю уже нормально можно уже закидывать помидорчики чтобы она уже теперь тушили помидоры и болгарский перец закидываем можно лавровый листик уже добавить в принципе можно уже посолить и поперчить сейчас я нарежу быстренько колбаску колбаску уже в конце посолю я вкусной солью еще раз перемешаем а пахнет вкусненько может быть так кто-то уже и готовит давно но я так не готовила раньше вот так вот я готовлю в первый раз но попробуем может понравится очень даже диетическое будет блюдо вполне и кстати это блюдо можно и на обед поесть и на ужин и на завтрак когда угодно все чуть-чуть прикрою крышку а нет не буду пускай немножко выпаривается нарезала я колбаску и грудинку немножко ничего у нас не пропадает мы продуктами выбрасываем я имею ввиду себя крышку я пока не закрываю потому что пока там еще не испарилась вот влажность от помидор они же с морозилки не мокрые вот пока она выкипает крышку лучше не закрывать оно и так тушится прекрасно с открытой крышкой я решила туда еще в конце добавить немножко зелени петрушка укроп она там не помешает есть если зелень почему-то и не добавить да так все прекрасно отлично у нас капуста уже почти готова я нарезала зелень решила дальше зелень добавить все это будет блюдо у нас называться капуста с овощами зелень я раньше сюда не кидала сейчас решила закинуть в общем такое блюдо водичка почти выкипела сейчас уже можно будет убавить мощность и закрыть крышку чуть-чуть под крышкой потушить в общем-то у нас блюдо уже готово все прекрасно быстро и полезно и вкусно я вот так вот могу сказать закроем теперь крышки все капусточку я выключила она уже готова а я на завтрак решила все-таки поесть овсянку потому что наверное привыкла по утрам есть овсянку более тяжелую пищу мне организм еще не хочет не желает пока что так что капусту буду есть позже можно обед ну что девочки я почти все сделала но еще кое-что хочу сделать раз уж мы переходим на питание на правильно я хочу сделать йогурт в собственной мультиварке вот у меня такая закваска там вот такие вот пакетики маленькие вот на одну порцию на один литр у меня вот такое молоко я кстати покупала говорила вам собираюсь готовить но не говорила что вот и сейчас я решила что я поставлю мультиварку квасится вот этот йогурт вообще он готовится 8 часов поэтому он к вечеру только будет готов в общем выливаем туда молоко вообще очень просто все это делается ну обычно просто время подгадываем часто я делаю на ночь ставлю вечером чтобы уже утром был готовый йогурт но он когда только приготовиться он такой теплый еще поэтому его надо еще охладить и потом уже употреблять так ну вот этот пакетик пять пакетиков этой упаковки я упаковку эту покупала в ашане я просто мне честно говоря в других местах нигде вообще не попадалось вот такие вот это закваска специально для йогурта и всю эту заквасочку туда высыпаю обязательно надо чтоб молоко было комнатной температуры и перемешаю две-три минуты надо помешать и все потом закрою поставлю на восемь часов режим йогурт и будет оно квасится ну и я уже готова собственно говоря выйти на улицу там солнышко светит и ветра вроде бы нет я смотрю молодежь без шапок ходит но я честно говоря без шапки пока что еще не решаюсь честно так что я шапку надо надену а потом посмотрю может быть ему на улице посмотрим все я надеюсь мне там все хорошо перемешалось закрываю крышку ставлю режим йогурт вот на восемь часов все теперь пошли на улицу все девочки я вышла на улицу и такая тишина так классно солнечная погода солнышко вон она светит так ну что пойдемте идемте на почту сходим я решила прогуляться по воздуху и пойти немножечко другой дорогой сейчас посмотрим хорошую ли я дорогу выберу или нет ну что машин нету пойдемте там вроде дорога пошире ох солнце прям глаза вроде дорога пошире из асфальтированная но я уже давно не ходила там поэтому сейчас хочу пройтись заодно посмотрим округе вообще конечно показать пока что еще нечего собак у нас тут полно такие гавкучие собаки если бы не собаки была хорошая дорога была тишина и я как раз иду по солнышку это хорошо и по асфальту иду ну что делать у нас александровка это как деревня в городе как деревня в городе раньше здесь была деревня станица была александровская ой классно как тихо тихо птички поют и ветра нету ну шапку я натянула потому что я честно говоря пока что еще не рискую снимать мы потом утро пока что еще прохладно я думаю ушки надо поберечь кстати только сегодня я опубликовала видео где эту шапку я надела первый раз еще не знаю вашей реакции нравится она вам не нравится но на самом деле в ней комфортно эти как будто легкая косыночка на голове мир не комфортно она меня не напрягает мне вообще не жарко никак совсем но ушки прикрывает это самое главное вообще думаю что нибудь такой раньше такие повязочки вязаны надевали ушки закрывали у меня такой нету если только надеть такую знаете когда я делаю макияж вот эти мне на улицу идти неприлично что ничего переживем у нас уже завтра еще теплее послезавтра вообще до 14 тепла это даже в куртке будем париться будет жарко надо будет куртку даже полегче надевать но посмотрим это если дождя еще не будет если будет классная погода он не нравится здесь идти здесь тихо классно так я вышла на эту дорогу чуть пониже чем обычно и вот обратила внимание смотрите зеленая растительность такая о какая большая сосна еще шишки на ней даже висят елочки кипарисики молодцы люди посадили такие деревья классные покажу вам немножечко округу вот идут по такой вот тихо лечки потому что возле машин не очень-то говорить не очень удобно а вот это что за растение это я вообще не знаю что это ну вот таких вот растений у нас много растет насажена на клумбах на аллеях так что так идем здорово здорово солнышко отражается на домах вот правда серьезно такое ощущение как будто при настоящая весна и даже не верится что еще пока что февраль не закончился еще одна неделя февраля у нас предстоит так что ну правда с другой стороны если посмотреть стакан наполовину пуст или наполовину полон да уже осталось уже всего одна неделька осталось о какой большой кипарис огромный такой высокий зеленое наслаждение у людей растут и это молодцы молодцы там какие-то кустики еще а скоро начнут расцветать почечки набухать тюльпанчики полезут попозже чуть-чуть сирень полезет у нас вот это вот уже жду не дождусь когда же так радость к нам привалит счастье такое решила девочки сходить на почту забрать свою посылочку думала сегодня снимать василек а потом решила куда спешить ой смотрите молоденькая травка вылезла уже видите зелененькая такая классно думаю зачем спешить сегодня мне сегодня на влог есть что снять я еще не все приготовила что планировала что хотела так что еще приготовим кое-что сегодня я так думаю что сегодня в локе это закончу вечером а завтра я с утра займусь посылочкой распаковочкой буду снимать василечек о кстати говоря это видео оно мне ж выйдет как раз 23 февраля мы по такому случаях я хочу поздравить всех защитников отечества с 23 февраля желаю всем мирного неба над головой как говорится мир во всем мире чтобы был ну и также всем здоровья и всего самого наилучшего всех самых лучших пожеланий вот так я хорошо вспомнила девчонки классно иду прогуливаюсь наслаждаюсь и между прочим вот эта зарядка которая сейчас стала делать утреннюю зарядку хоть она такая коротенькая но во первых она сразу меня так взбодрила я уже готова что-то делать ну правильно девушка вот сказала которая ведет зарядку сказала что лучше сделать такую коротенькую даже разминку зарядочку утреннюю это заменит вам чашку кофе на самом деле да это так я согласна в общем идем дальше на святокоре я через дорогу перейду заберу посылочку и обратно пойду уже по той стороне по солнечной по своей любимой аллеечки она у меня находится вот там все девочки забрала посылочку и иду обратно по своей любимой аллейки вы слышите как птички чирикают если вы машины не ездили было тихо было слышно и хорошо кстати говоря смотрите вот это вот вылазит уже из земли петушки они правда такие еще пока непонятные но есть вот свеженькие вылазит вот полезли петушки тюльпанчики скоро полезет о еще какие-то желтые цветочки я вижу ну-ка ну-ка давайте посмотрим смотрите какие что тут еще хорошего больше ничего я такого не вижу здесь больше не вижу но уже вот это вот здорово травка уже другая вылазит разная травка уже вылазит а та травка которую мы с вами снимали прошлый раз вон она она уже стала больше ну здорово классно ой радует вообще правильно я сделала что шапку сегодня надела потому что не так жарко как кажется ну потому что утро и еще пока что свежий такси тут приехала туда а там тупик теперь задний ход дает тут голуби кушать хотят чем их сегодня кормят фасоль сушеная бедные голуби как они могут сушеную фасоль кушать так ну ладно ой в общем короче говоря девчата классно я сегодня решила на ужин еще приготовить себе или на ужин или после ужина скорее всего на ужин мне есть творог есть яблоки и я думаю почему бы мне сделать запеканку сейчас приду и надо ее как раз намутить приготовить пока она там остынет вечером будет то что нужно сам раз а тут травка уже больше выросла ой смотрите она такая влажная но ночью был дождик и в общем травка уже растет а почему бы ей не расти на солнышке да смотрите ковер скоро цветочки маленькие еще полезут в общем я рада я рада что весна приближается я рада что ближайшие дни будут очень теплые нужно будет обязательно выйти прогуляться по теплому по теплому по теплой улице и получить удовольствие все топаем домой я вот смотрю на дереве почки вроде бы как набухают они стали такие вот как набухшие ну значит скоро они уже полезут листочки будут вылазить девочки я увидела вербу смотрите классно пучечки на вербе уже вон они какие вылазит какая красота прямо ляпота зашла девочки по дороге в ларек мне нравятся орешки там продают у нас во первых свежие все они целенькие 90 рублей 100 грамм вот это я взяла на 150 рублей нормально по чуть-чуть вот небольшую горсточку так уберу день вот так вот хотя бы так и съедаю полезные микроэлементы нужны вот я пересыпала орешки в баночку у меня еще миндали есть фундука не было сегодня еще бы фундук сюда добавить чтобы была у меня смесь разных орешков поставлю на стол чтобы они были под рукой чтобы я про них не забывала так ну что девочки делаем еще один рывок в общем у меня две пачки творога 2 столовые ложки это четверть стакана манки слегка тепленькая водичка разбавлю вообще если молоко есть лучше молоком молоко у меня я все вылила в йогурт и не подумала о том что мне нужно будет молоко сюда вот так что можно водичкой немножко водички ничего страшного при том что творог у меня сухой так в этот раз я решила добавить вместо сахара вот этот сахарозаменитель фит но он очень сильно сладкий поэтому тут надо еще дозировку разобраться в общем где-то половина ложечки это будет как столовая ложка так лучше не досладить чуть-чуть при том что буду делать с яблоками я думаю хватит так что теперь мы сюда закинем закинем яйца сделаю два яйца не знаю на две пачки обычно одно лицо дело сейчас хочу сделать два яйца почему-то что-то мне так захотелось так что еще сюда добавим чуть-чуть добавим чуть-чуть соли капелюшечку самому так и ванилин сразу добавлю люблю запах ванилинчик а без него как-то не очень так сейчас я все это разомну перемешаю в принципе можно уже и вот это туда закинуть сразу же и добавлю туда еще ложку сметаны был бы уже йогурт у меня готов меня еще 6 часов 20 минут до конца приготовления был бы йогурт готов можно было туда налить натурального йогурта было бы то что можно при отлично было бы ну ничего страшного можно добавить сметану так вроде ничего не забыла все щас яблоки туда я нарезала уже яблочки пиал яблочки накид закинем потому что я смотрю не начинают портится иногда забываю кушать яблоки сейчас посмотрела вот у меня яблоки есть и груши еще один банан есть также фрукты есть кстати говоря девочки я сейчас почитала комментарии видео которое вышло на сегодня у меня там где я объявила вам что делаю зарядку первый день зарядки делала и уже не в комментариях там советуют пост зачем вам говорит диета держите пост все хорошо дело в том что пост это подразумевается не есть мясо а я мясоед я без мяса не могу жить поэтому но посту вот у меня соседка пост она любит вот это держать пост она что там там много чего я люблю она не ест а вот это вот каши крупы и овощи но каши крупы вот как раз таки углеводы но я считаю что мне не надо много углеводов есть нужно мне их снизить до минимума даже картошку вообще убрать потому что углеводы дают энергию а я не затрачиваю столько энергии сколько нужно и она мне будет откладываться в жиры ну в общем короче говоря у меня своя диета я без мяса жить не могу поэтому хочу попробовать на сахар чуть-чуть подсладить еще надо бы вообще так ну немножко подсладилась до еще капелюшечку вот такой вот на краешке совсем малость вот я думаю что яблоки они свой вкус дадут поэтому этот творог он не кислый его сильно осладить особо не обязательно вообще если к творог конечно кислый тут подсладить нужно кислый что есть так ну вот кто это я теперь перемешиваем яблоки сюда и всю духовку я включила сейчас она не разогревается я возьму формочку туда сейчас это переложу формочку смажу маслом как обычно как прошлый раз сидела и все поставим пекать но прошлый раз выпекалась минут 45 у меня это запеканочка ну пусть выпекается как подрумяниться вверх значит готово все быстро я решилась уже с утра сейчас все сделать и как говорится сделал дело более смело потому что я потом раз могу расслабиться и уже мне будет неохота ничего делать но раз уже запланировала я сегодня кушать вот такие вот такие блюда которые готовлю за я их уже и покушаю так вот она моя формочка сейчас я ее смажу такая вот из фикс прайса очень удобно использовал выбросил и все при том что вот эта форма как раз такого размера какого мне надо для двух пачек творога все разровняем духовка у меня уже прогрелась и отправляем все это дело в духовку будем ждать результат девочки пришло время уже мне пообедать я уже проголодалась завтракала давно хочу попробовать часто получилось очень вкусненькая капуста час я покушаю даже без хлеба а вот и запеканочка приготовилась пахнет вкусно выглядит красиво 45 минут она была у меня в духовке пусть остывает теперь девочки что я вам хочу сказать я поела капусту капусту капуста очень вкусная и морковка там в тему и болгарский перец все очень кстати они придают немножечко такой сладковатый немножечко привкус и в общем насыщение более интересный вкус получается я так буду капусту в общем-то и дальше готовить мне это нравится и что я хотела заметить вот я кстати правильно сделал что покушала сегодня без хлеба я ела без хлеба и думаю ведь это я сейчас ем раздельное питание потому что если бы у меня капуста была без колбасы без мяса чисто овощи тушевные то можно было бы поесть с хлебом то есть у меня получилось бы хлеб это углеводы и овощи это нейтральный продукт и их сочетать можно сам принцип раздельного питания заключается в том чтобы углеводы и белки не есть в один прием то есть между ними должно пройти не менее двух часов и получается что я сегодня сама этого как бы и не не замечая да в общем то начала раздельное питание сегодняшнего дня утром я поела овсянку это углеводы там никаких белков овсянка на воде сейчас я поела капусту тушеные овощи собственно говоря с колбаской и без хлеба и потом у меня на ужин будет уже запеканка ну творог это белок и с фруктами фрукты это тоже нейтральные продукты в общем запеканка можно можно ее с фруктами есть в общем творог с фруктами можно есть можно это есть со сметаной с йогуртом и я думаю что я наверное дождусь все-таки осталось 4 часа 46 минут до конца приготовления йогурта ну и пока запеканка будет остывать в общем-то дело к вечеру и как раз к ужину пяти часам меня уже будет готов еще йогурт и я думаю что как раз запеканку с йогуртом я и поем на ужин и если я сегодня вот даже у меня сегодня целый день получается без хлеба мне хлеб в общем-то сегодня не с чем есть но каждый день без хлеба я есть не буду иногда я буду есть хлеб но буду стараться есть его как бы вот можно с овощами например да в общем короче говоря или хлеба минимум минимум совсем если прям уж без него никак но все все дело в том что для чего раздельное питание нужно для того чтобы запустить метаболизм это очищение от шлаков и токсинов раздельное питание это улучшает пищеварение и в общем запускает механизм вот именно процесс похудения но и вот это раздельное питание как минимум именно вот этот вот процесс очищения как минимум нужно три недели вот воздержание от смешанных продуктов а лучше вообще месяц поэтому я буду конечно к этому стремиться буду к этому стараться но во всяком случае у меня уже вот сегодня получается целый день раздельное питание я очень рада очень довольна надеюсь будет результат не за горами ну все теперь дождемся пока у меня остынет запеканка пока у меня доделается йогурт и уже попробуем что у меня там получилось а сейчас пока что немножко отдохну посмотрю телевизор включу какой-нибудь сериал вернусь к вам попозже девочки осталось пять минут уже до приготовления йогурта у меня уже остыла запеканочка я ее вот так вот отрезала кусочек видите яблочки кусочки и мне уже не терпится ее попробовать сейчас я попробую все таки и ну что девочки наше видео подходит концу я уже там снимала целую кучу но я хочу попробовать запеканку которую я делала без сахара с добавлением сахара заменителя фит вот и какой нам на вкус классно вполне можно обойтись без сахара а если заменить вот этот вот положить то можно чуть-чуточку еще добавить и будет вполне сладкий но не кислый но еще яблоки тоже не кислые были хорошие яблочки мои вкусные такие вкусная запеканочка классная но я целый день ждала пока йогурт приготовится думал запеканку с йогуртом я вспомнила у меня же еще есть мажетель который надо тоже допивать там еще осталось чуть-чуть ой какой напиток вкусный манго ананас вот такой почему я вспомнила про мажетель потому что он-то прохладненький а йогурт у меня сейчас будет теплый и нужно будет еще время чтобы он остыл даже если стакан налью все равно нужно время чтобы он остыл но я хочу сейчас заглянуть и посмотреть получился ли у меня вообще в принципе давайте заглянем вместе так ну чё открываем аккуратненько так и проверяем о смотрите видите получился йогурт прекрасно ну все теперь буду пить свой собственный йогурт при отличненько ну вот и все девочки показала я вам все свое меню на сегодняшний день сегодня у меня такой знаете получается легкий разгрузочный день и мне тоже сегодня легко на ужин у меня вот это запеканка на ужин уже пол пятого без 25 даже сейчас так что можно сказать и сейчас поужинаю и вечером уже где-то часов может быть всем там через два часа через три часа захочется когда перекусить я просто возьму творожок маленький съем и все больше ничего не буду и когда если я чувствую что я вроде как что-то хочу поесть я просто вспоминаю что нужно попить воды выпила стакан воды и все и классно надо не забывать еще пить воду потому что она помогает быстрее вымывать из организма шлаки токсины все не нужно а так как у нас сейчас идет процесс очищения поэтому водичку надо пить не забывать все мои хорошие на я с вами прощаюсь кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал кто не подписан впереди еще много чего интересного и все до новых встреч пишите комментарии всем пока пока до новых встреч